Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. В районе Голубых прудов пору передвигаться на лодке, а возле остановки «Березка» лучше не ездить из-за большого провала. Власти обещают устранить все проблемы. Нурмухамбет Абдибеков поздравил жесткозганских металлургов с профессиональным праздником. Глава региона принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Металлурга и Обогатителя. 54 факта хищения бюджетных средств выявила служба экономических расследований за первое полугодие. Большинство преступлений – это мошенничество и присвоение денег в сфере строительства. В районе Голубых прудов пору передвигаться на лодке, а возле остановки «Березка» лучше вообще не ездить из-за огромного провала. О самых опасных местах на дорогах Карагандой расскажет Анель Шалкарбек. «Голубые пруды» нынче оправдывает свое название. Правда, красуются здесь не белые лебеди, а подкрылки, колпаки, элементы подвесок, принадлежащие проезжающим здесь легковым машинам. Александр Мишалкин – один из водителей, чей автомобиль не выдержал испытания. Простояв в яме служи всю ночь, к утру он отправился на ремонт. «Салон был, посмотрите сами, как он едет, полный воды. Настолько полный, что мне около двух часов понадобилось, чтобы все с нее вычерпать. Потом в фары набралась вода, сцепление начало барахлить, потому что она находилась очень долго в воде. Но, не знаю, дорожные службы, мне кажется, должны были поставить хотя бы какое-то заграждение, показать, что здесь такая яма, хотя бы либо палка, либо ленточку начинуть их. Вот только одной ленточкой здесь не помочь. Дело в том, что это единственная дорога, по которой можно выехать в город. Пока мы разговаривали с Александром, по выбои не успел проехать еще один водитель. При выезде его остановили сотрудники ГАИ за отсутствие автомобильных номеров. Хозяин машины уверен, что потерял номер в этой яме. Я вот проехал, я вот выехал вот отсюда, и здесь же меня ГАИ остановило. Я вернулся сюда искать свой номер. Как оказалось, это не первый потерянный госномер. Недавно в яме нашли целую коллекцию таких. Пытались засыпать, шлаком засыпаются, ее вымывают опять. И вот каждый раз в машине, вот запчасти все, вот дня три тому назад здесь дети бегали, игрались. Внук ехал, попросил, ребята, полазите в воде, все равно они бегали в этом. Есть там что-нибудь, что? Они нашли шесть номеров, автомобильных номеров. И эта картина повторяется уже не первый год. О плачевном состоянии дороги говорили неоднократно. Местные жители сетуют на неправильную планировку. Критическая ситуация возникла и по улице Ермекова. Здесь провалилась железобетонная конструкция. Провал участка главного канализационного коллектора транспортирует стоки большей части города. К слову, к тому, что огромные ямы образовываются на разных участках, люди уже привыкли. Мне рассказал мой восьмилетний ребенок, что он как раз стоял у пешеходного перехода, чтобы переходить. И в это время они обернулись на то, что сильный грохот. Когда они обернулись, они увидели яму. Причина провала данного коллектора банальна – изношенность канализационных труб. По словам специалистов, срок службы труб не больше 40 лет. Своё дело делает и неэффективность ливневок. Во многих дворах она и вовсе отсутствует. Сейчас это место огорожено турникетами. Выставлены дорожные знаки. А бригады ТОО Карагандесу выполняют работы по замене разрушенного участка, после чего возьмутся за благоустройство и асфальтирование дорожного покрытия. В связи с обидными осадками дождя, погодными условиями, в микрорайонах Голубых прудах, в районе за домом номер 6, было обрушение асфальтного покрытия дороги. Эту проблему мы знаем. В ближайшее время данная дорога будет восстановлена. Аким области Нармухамбет Абдебеков поздрал Жизказганцев с Днём Металлургов и Обогатителей. Он встретился с горожанами и в знак уважения возложил цветы к памятнику Каныш Сатпаева. А на торжественном мероприятии глава региона вручил почетные грамоты мастерам металлургического производства. Торжественное мероприятие ко Дню Металлургов в Жизказгане началось возложение цветов. Глава региона отметил, что когда речь заходит о Жизказгане, то в первую очередь на ум приходит образ академика Каныша и Монтаевича Сатпаева. Отдавая дань памяти ученому, собравшиеся возложили цветы к подножию его памятника. Далее праздничное мероприятие продолжилось в музыкально-драматическом театре имени Сергея Кожамкулова. Аким области поздравил Жизказганцев. Крупные металлургические предприятия являются градообразующими для большинства регионов области. Именно они во многом определяют развитие социальной инфраструктуры, активно участвуют в благоустройстве городов и районов, оказывают существенное влияние на судьбы целых поколений. Во все времена нелегкая работа металлургов была и остается почетной и уважаемой. Не обошлось в этот день и без награждений. Почетные грамоты из рук самого Акима получили лучшие из лучших в нелегком металлургическом деле. Мы не раз на рабочих собраниях, везде, на праздничных мероприятиях говорили, что Жизказган еще будет жить 40-50 лет. Но есть очень хорошие у нас результаты. Эти 50 лет, наверное, не окончательны. Когда-то мы здесь встанем, мы будем говорить, что в Жизказгану еще жить много и много. Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой. А Емаврина Александр Цирикидзе – первый карагандинский. 60% зданий и объектов Карагандинской области уже готовы к отопительному сезону. Всего на ремонтную кампанию выделено 44 миллиарда 109 миллионов тенге. Такие цифры были озвучены на совещании в областном Акимате, которое провел Акимобласти. В текущем году начаты ремонтные работы на 8 теплоэлектростанциях. Будут приведены в порядок 29 котлов и 21 турбина. По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кайрата Бегимова, все работы ведутся согласно графику. К зиме уже подготовились около 60% объектов в соцкульт-быта. По актам готовности карагандинской области инвестируют подготовлены 313 объектов образования – 66%, 182 объектов здравоохранения – 68%, 168 объектов культуры – 64%, 24 объектов спорта – 60% и 3588 на этажах жилищных домов – 53%. Организации уже начали закупать уголь и топливо на зиму. На котельные и отапливающие объекты бюджетной сферы завезено более 52 тысяч тонн угля. К 15 сентября завоз будет полностью завершен. Локальные котельные тоже восполняют свои запасы. Также программа прошла в поселке Ахтасского и Сарань и реализовывая проект по строительству локальной котельной мощностью 11 килограмм на сумму 580 килограмм. В рамках дорожной карты длинности, в текущем даже на сумму 527 килограмм, реализуется проект строительства тепловой сети по улице Рене по соцветлению Петербурга, к организации 12 тысяч килограмм. В общем, протяженностью этого 8 килограммов тепловой сети. Проблема остается лишь в городе Сарань. Там по-прежнему остро стоит вопрос строительства новой котельной, которая началась несколько лет назад. Идут судебные разбирательства между отделом ЖКХ Сарани и подрядными организациями. Аким области поручил держать на контроле эту ситуацию. Обеспечить контроль заработой для кооператива собственников квартир по подготовке системы отопления водоснабжения многогранных жилых домов в работе в настоящий осенний-зимний период. Срок до 15 сентября. Обеспечить подставку для бюджетных организаций в объеме необходимым для прохождения отопительного сезона. Также в текущем году завершается реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 млрд 585 млн тенге. По итогам года будет реконструировано и построено 8 километров водопроводных сетей. А.М. Амрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Впереди реклама не переключается. Мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Тимиртаусский промышленный комплекс «Гранит» готовится к всемирной выставке «Экспо-2017». Предприятие работает с 1991 года и считается ровесником независимости нашей страны. За эти годы специалисты «Гранита» внесли немалый вклад в развитие экономики Казахстана. Подробности у Аи Маврины. В этом году промышленный комплекс «Гранит» отмечает свое 25-летие. 25 лет назад предприятие выглядело несколько иначе. Небольшое производственное помещение и всего считанные некрупные заказы. Благодаря добропорядочной и качественной работе сейчас ПК «Гранит» развивается семимильными шагами. Кроме изделий из натурального камня, они специализируются и на производстве тротуарной плитки. Здесь ежедневно выпускают около 100 квадратных метров продукции. Мы пилим камень, делаем из него очень красивые вещи. Облагораживаем дома, магазины. Также делаем изделия ритуального плана, то есть памятники. И все, что можно сделать из камня, мы это можем. На предприятии трудятся около 40 человек. Работа сложная. Сырье, по словам специалистов, завозят свое. Казахстанское. Нередко используют и импортный камень. Аналогов по объемам выпускаемой продукции в нашей области нет. С гордостью говорят сотрудники ПК «Гранит». Предприятие единственное в регионе, получившее заказ для строительства объектов «Экспо-2017». Там выкладывают павильоны нашим гранитом полы. То, что вы сейчас видели, это все пилиться на «Экспо». Аем Амрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И к другим новостям. В Алматинской области погиб 17-летний карагандинец, участник республиканского туристического похода «Джунгария-2016». Несчастный случай произошел в горах Джунгарского Алатау. При переходе через реку Каскабулах молодой человек сорвался с бревна. Трагедия произошла 23 июля вечером. По информации ДЧС Алматинской области, на поисковые работы вылетел вертолет, на борту которого находились сотрудники оперативно-спасательного отряда, Центра медицины, катастрофы, полицейские. 24 июля в полдень тело погибшего доставлено в Талдыкурган. 17-летний молодой человек был студентом Карагандинского политехнического колледжа, участником областного туристического клуба. Директор клуба Сергей Кистанов заявил, что парень имел достаточную подготовку, а также опыт нескольких спортивных походов. Люди, которые проходят через нас, которые у нас готовятся, вот я преподаю туризм высшим учебным заведением, мы учим, как преодолевать препятствия. И такие случаи очень редки, очень редки. По крайней мере, за период становления нашей страны наши туристы не погибали. Мы считаем, что это несчастный случай. Приносим соболезнования родственникам, друзьям. До несчастного случая группа из четырех карагандинцев прошла наиболее сложные участки маршрута. Трагедия произошла уже на завершающей стадии. С 15 по 30 июля в районе центрального хребта Джунгарского Алатау проводится открыто республиканская туриада по горному и пешеходному туризму. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Сборные команды ЧАЭС города Астаны и Южно-Казахстанской области стали победителями республиканского чемпионата по пожарно-спасательному спорту. На стадионе «Шахтер» завершились 23-й летний чемпионат среди мужчин и 3-й чемпионат среди женщин. Борьба за первенство велась по следующим видам. Преодоление пожарной эстафеты, подъем по штурмовой лестнице, стометровая полоса с препятствиями, а также боевое развертывание. Судейская бригада в составе четырех судей международной категории определила сильнейшие команды. Победителем 23-го чемпионата по пожарно-спасательному спорту среди мужчин стала команда сборной департамента по ЧАЭС города Астаны. Второго места удостоилась сборная ДЧАЭС Алматинской области. И третье место присудили команде ДЧАЭС Акмолинской области. Победитель третьего летнего чемпионата среди женщин команда сборной ДЧАЭС Южно-Казахстанской области. На втором месте сборная ДЧАЭС города Астаны. И тройку лидеров замкнула команда ДЧАЭС Восточно-Казахстанской области. Напомним, что соревнования в течение трех дней проходили на стадионе «Шахтер». В них приняли участие команды департаментов по ЧАЭС 14 областей и городов Астаны и Алматы. А также сборные команды Кашитаусского технического института офис-казахстанской области. Игорь Негода. Огенствую команду Кашитаусский технического института и организационного комбината «Жахтер». Победитель третьего линия. Победитель третьего линия. Игорь Негода. Победитель третьего линия. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...